Только открывшись, предприниматели Бурятии получили первые платежки и были неприятно удивлены. Стоимость услуг за вывоз твердых бытовых отходов подорожала сразу в несколько раз. Если раньше сумма складывалась, исходя из количества сотрудников, то теперь учитывается и квадратура помещения, и новый норматив. Стоимость одного кубометра мусора во втором полугодии этого года составила 421 рубль 21 копейку. Цена выросла на 3%, а вот суммы в квитанциях об оплате у одних предпринимателей увеличились в три раза, у других аж 25. Дело в том, что по представлению прокуратуры в Минприроды Бурятии пересчитали годовой норматив накопления отходов для разных категорий юрлиц и ИП. Грубо говоря, от гостевых домов и продовольственных магазинов мусора куда больше, нежели от библиотек или мелких ателье. А значит и платить они должны разные суммы. Норматив определяется замерами, он не делается расчетом. Конкретно выбираются категории, по которым проводятся эти замеры, и, соответственно, в течение года замеряются, сколько отходов у них образуется. Берется среднее за год. Тут же возникают вопросы. Например, как быть с предпринимателями, которые занимают помещения в многоквартирных домах и не имеют своей контейнерной площадки. Как там проводились замеры, непонятно. Более того, у нас много зданий и сооружений, в которых несколько видов бизнеса работает, и которые пользуются одной контейнерной площадкой. Поэтому по ним тоже были представлены расчеты, хотя как они мерились, непонятно. Омбудсмены уже поступили сотни обращений от предпринимателей. По словам Чингиса Матхеева, соответствующее письмо направлено в прокуратуру. В Минприроды, в свою очередь, уверили, что будут проведены дополнительные замеры. Понятное дело, каждый конкретный случай в документе предусмотреть нельзя. Потому предприниматели призывают заключать договоры с Акальянсом и платить по факту. В этом случае, возможно, даже удастся сэкономить. Вообще норматив на самом деле определяется, как по аналогии, если взять, допустим, с оплатой за воду. То есть мы можем платить, у нас есть возможность платить по нормативу, а есть возможность платить по факту, то есть по счетчику. Здесь мы, по крайней мере, попытались подвести к такой же системе. То есть если организация может платить по нормативу, и также она может заключить договор на вывоз отходов по факту. Оплата для юридических лиц, которые уже заключили договоры с Акальянсом, останется неизменной. Инна Садондукова, Вячеслав Батоев, Новости дня.